Продолжение следует... Поэтому, пользуясь, скажем, такой паузой в музыкальном сегменте, я хочу пригласить всех музыкантов с любым музыкальным направлением, с любым коллективом, приглашаю к нам сюда на прямой эфир, к нам в ток-шоу «Повод быть». Ну и в завершении я хочу поблагодарить своих соведущих Настю и Ольгу. Ольга, тебе буквально несколько слов тоже сказать в завершении нашего ток-шоу. Знаете, дорогие друзья, чем мне нравится наше живое ток-шоу? Потому что оно живое. То есть если не пришел гость, вот это вот все в живом эфире. А если есть какие-то заминки, это все тоже в живом эфире. Вот я за то, чтобы была настоящая жизнь. И я действительно с большим удовольствием, Лен, приглашаю в нашу студию новых гостей, новых музыкантов. Если вам есть о чем рассказать, если вам есть чем поделиться с миром, мы вас приглашаем в наше ток-шоу «Повод быть». Спасибо. По пятницам. По пятницам. Да, с 16.00 до 18.00. Ну и Насте, тебе тоже заключительное слово сегодня. Пожалуйста. Ну, вчера был Всемирный день моря. Я поздравляю вас всех с этим праздником. А это, наверное, по нам скучает. День моря, да. Оно по нам скучает. А завтра я приглашаю вас в нашу живую медиа-школу, где у нас обучаются дети от 7 до 15 и даже старше лет. К нам приходят медиа-тренеры, рассказывают им о каких-то знаниях, навыках. Но самое главное, что такой тренинг проходит в онлайн-режиме, то есть в прямом эфире, идет запись. Потом ребята могут посмотреть на себя со стороны, оценить. На самом деле вот у нас уже будет третья встреча. И вначале ребята приходят, они очень нервничают, да. Они зажаты, зажаты, да. Даже были слезы. То есть все равно это состояние стресса для нас, да, с вами, а для детей тем более. Но потом, выходя, кто-то выходя из студии, кто-то прямо в студии, кто-то спустя какое-то время даже на следующий день говорит спасибо, потому что вот этот опыт, он очень уникальный, да. И ощутить себя в состоянии стресса, но при этом что-то сделать, да, что-то обдумать, то есть чтобы голова работала, это вот очень-очень важно. Да, завтра у нас очень интересные медиа-тренеры. И есть еще возможность немножечко записаться, добавиться в общий список. Завтра у нас придет всем известный, всем любимый Игорь Гиндис, ведущий телеканала «Эйфей». Он будет рассказывать ребятам об искусстве интервью, как правильно брать интервью, да, какие-то особенности, фишечки, что можно использовать, какие-то, может, я думаю, что он принесет личные тайны, секретики, да, потому что, ну, Игорь Гиндис – это человек, человек-легенда, у которого действительно есть чему учиться. Да, это человек-легенда нашего города, поэтому мы безумно рады, что он согласился к нам прийти, да. И также второй медиа-тренер к нам придет, Влад, помогите. А, Светлана, да, Светлана Денисова – это уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. Мы тоже очень благодарим, что Светлана придет к нам в студию, она будет рассказывать как раз детям о тех правах, да, вообще об активной, скажем так, жизненной, социальной своей позиции, потому что дети знают об этом очень мало или, может быть, совсем не знают, да, тем более, если это подростковый возраст, близится где-то уже на горизонте, да, сознательная такая жизнь, дети должны это знать. Замечательно. Настя, тебе завтра успеха, завтра твой день. Спасибо. Ну что ж, я всех благодарю вас, девчонки, спасибо. Опять же, увидимся в следующую пятницу в этой студии, канал интернет-вещания «Майджик Скоп» на ток-шоу «Повод быть». Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.